На всех это плохо влияет. Просто если у детей хороший период, они в это не подсаживаются. Как наступает плохой период, человек становится зависимым, потому что он отвлекается от плохого периода с помощью погружения во внешнюю вещь. Он не знает, как побеждать судьбу ребенка, его никто не учил. Поэтому он подсаживается, когда плохой период. Точно так же все люди выпивают одинаково, но кто-то становится алкоголиком сейчас, а кто-то станет потом. Почему? Потому что когда плохой период наступает, тогда человек и начинает спиваться, потому что он не может с ним справиться. А если хороший период, человек не спивается. Вот и все. То есть получается, вообще нельзя детям давать смартфоны? Надо все использовать для блага. Вот допустим, мы не можем не давать смартфоны, потому что тогда мы делаем человека вне общества. То есть общество уже приучило детей к этому, и все остальные над ребенком просто будут смеяться. Он не скажет, что ты что, дебил, у тебя даже телефона нет. Вот, так дети скажут. Но для того, чтобы сделать выгоду из невыгодной сделки, нужно применять разум. И поэтому родители должны, оставляя у ребенка телевизор или, допустим, компьютер, они должны наполнить его нравственными фильмами. Они должны научиться ограничивать его контакт с интернетом. Они должны ограничивать его смартфон тем, что они считают нужным. И они должны формировать у ребенка представление о том, с кем дружить, а с кем нет. Они с помощью идеологической вот этой работы с ребенком должны ему индикатор сделать. Как, допустим, я ребенка не ограничил в питании, но я сделал ему этот индикатор. И моя дочь никогда не ела мясо, потому что она знала, что это пища противная. Она не хотела это есть. Ее никто не мог заставить. Почему? Потому что я просто сделал ей вот этот индикатор в сердце с помощью правильного объяснения жизни. А дальше я дал возможность жить. Точно так же друзья. Если человек знает, ребенок знает, индикатор у него есть, с кем дружить, с кем нет, он выберет правильных друзей. Но индикатор делают родители с помощью правильных фильмов, правильного нравственного материала, понимаете, который они оборудуют в своей квартире. И люди скажут, да нет сейчас нравственных фильмов. Да есть. Тысячи просто нравственных фильмов крутых, хороших, высокого качества. Просто мы никогда не искали. Нет сейчас нравственных фильмов. А вон сколько я нравственные песни одни включаю. Разве нельзя это включать дома? Фильмы, песни. Есть нравственные сайты. Допустим, наш сайт. Он нравственный. Есть много других таких же сайтов. Можно это все разрешать ребенку. И делать большой объем, но только в каких-то рамках. Ограничивать детей надо обязательно. Если вы рамки ребенку не ставите, значит он будет дебилом просто. В наше время ребенка может унести куда угодно. То есть прерии, это страшная вещь, вот эти интернетовские. Там столько всего страшного и маразматического. И мы должны следить. Даже есть, представляете, есть программы. Эти программы сейчас в России запрещены. Но эти программы существуют в мире в целом, которые запрограммированы на самоубийство у детей. Представляете, есть такие программы. И дети потом заканчивают жизнь самоубийством. Какой-то дурак взял и это написал. И ребенок начинает играть в эти игры, которые приводят его к самоубийству. И он потом кончает жизнь самоубийством. Когда это вскрыли психологи, они запретили эти программы в интернет. Ну а столько всего, что не вскрыто. Мы не знаем, к чему ведут эти игры все, вот, детей наших. А ведут ни к чему хорошему. Я даже могу это точно сказать вам. Знаете, как определить, что от Бога? Когда вы видите игру, допустим, мультфильм там или что-то, там будут нравственные песни, там не будет пошлости. Лица будут красивые и честные, а не злые и грубые. Там не будет мордобоя, там. И добро всегда побеждает зло, но не жестоко. А справедливо. И так далее. И такие мультфильмы, мы знаем пример, были в Советском Союзе для детей. Хоть это и атеисты делали, но они делали все правильно. Надо брать пример. И у них куча там. Вместе весело шагать по просторам. Вот это нравственные мультфильмы. Они должны быть наполнены. Ваши дети должны только это смотреть. И тогда они потом, когда увидят вот эту мразь, там. И так далее. И когда эту мразь все увидят, они сразу, нет, я это не хочу смотреть. Мне не нравится. Индикатор сработает. Все. Тем не менее, проще ведь ребенку погрузиться в это, имея смартфон. Может быть, проще тогда с кнопочным телефоном. Ну, засмеют или не засмеют, тут вы правы. Но опять же, что на поводу толпы теперь? Есть два пути всегда. Один путь ограничения. Это путь для продвинутых людей. И второй путь. Это правильная организация жизни. Путь для непродвинутых. Дети имеют слабый разум. Если вы ограничите своего ребенка, он будет всю жизнь мечтать о смартфоне. И его мечта, когда сбудется, он полезет туда во все стороны. Я просто знаю, у меня есть опыт, у меня есть два типа друзей. Одни воспитывали детей, не отрывая их от общества, но прививая их к правильной ценности, развивая индикатор. И эти дети выросли трезвыми, разумными и серьезными. Второй тип детей. Детей оторвали от мира, отдали в духовную школу. Ребенок там вырос. И потом, когда он пришел в мир, он увидел, что он был обделен. Что ему вот это вот не показывали, это не показывали. И он туда устремился и потерял голову. И каждый раз одно и то же. Поэтому вот этот метод воспитания полного отрыва, изоляции детей, он не работает, потому что у детей появляется сильное желание метнуться в противоположную сторону. А если мы показываем весь этот мир детям, но им показываем правильные ценности, они тогда сами выбирают, куда им идти. Это более рискованный путь, но он развивает разум в ребенке. То же самое есть метод лечения. Его применил этот Майкл Джексон. Это метод лечения не контактировать с бактериями. Он взял просто и полностью герметизировал свою жизнь. В результате погиб от вируса. Почему? Потому что человек для того, чтобы побеждать бактерии, он никогда не должен с ними нарушать контакт. Победа над вирусами всегда происходит в активном иммунитете. Активный иммунитет означает, что постоянно в организм попадают инфекции. И организм постоянно на чеку, потому что он знает, что будет война. И тогда организм становится сильным. Вот точно такой же пример я вам на примере воспитания и просто механики жизни показал. Спасибо. А на щеке вашей памяти она перегревается просто. Вы в перегреве находитесь, поэтому у вас нарушается память. Вам надо контактировать с водой, статические упражнения, зеленая пища, неподвижное положение тела. И тогда у вас начнет восстанавливаться память. И учить все надо с утра. Потому что, естественно, память включается по максимуму до 10 часов утра. Потом она начинает садиться под влиянием солнца. Спасибо большое. У меня тоже очень слабая память. Память зависит от градуса Луны. Я когда родился, Луна может быть до 90 градусов. Я когда родился, у меня Луна была. То есть это называется, когда Луны нет. Новолуния, да. То есть у меня Луна была всего 4 градуса. И это значит, что очень чувствительная психика, которую мы можем чуть-чуть почувствовать, но памяти никакой. Природно. Я научился запоминать. Я просто научился это благодаря успокоению, усмирению себя и повторению многократным. Продолжение следует...